героем сало а путин кто не знаю до путин и знает как вы относитесь к путину я никак не отношусь интересует а вообще не интересует вообще а что интересует интересы есть интересы эти сфера эти сфера да каком языке пишите есть пишите нет напишу а что именно войти вам интересно аппаратка аппаратка технологии они откуда идут от разработчик я понимаю ну вот из каких стран эти разработчики они по всему миру где находится сердце технологии скажем так кремниевая долина соединенные штаты ну да как вы относитесь к соединенным штатам нейтрально а что именно нейтрального но нейтрально нейтрально значит что я неположительно неотрезательно отношусь как бы молодцы производят хорошие там идеи и так далее а а к россии как вы относитесь то тоже никак тоже нейтрально да то есть вы ко всему относитесь нейтрально в принципе в принципе да ну а есть что-то к чему вы не относитесь нейтрально к своей жизни к своей жизни а что в этой жизни у вас есть такого что вот вы бы сказали вау вот это не нейтральное вот это супер просто я не знаю даже супер да место рабочее место рабочее это самое супер а чем вы занимаетесь вы работаете уже или еще учитесь работаю уже уже работаете ну выглядите молодо я думаю вы еще учитесь это хорошо что вы уже молодо да работаете кем если не секрет айтишником а так вы войти именно войти и занимаетесь этим да вот без соединенных штатов америки смотрите как интересно вы сказали что вам именно интересно и вы не нейтральный к айти да но само сердце находится технологии в соединенных штатах к которым вы относитесь нейтрально оно немножко звучит не совсем вам не кажется не задумывали даUU живет на самом деле а кремниевая долина она сама по себе живет как это сама по себе кремниевая долина является частью самой системы американской вот тех возможностей которую дает страна сама политическая система Люди в Кремниевой долине строят инфраструктуру сами по себе, они сами от себя зависят, там все свое. Почему тогда Кремниевая долина есть только в Соединенных Штатах? Почему в других странах нет этой Кремниевой долины? Ну почему есть? Где? Ну как минимум три места по всему миру еще есть, где есть разработчики, есть инженеры и так далее. Разработчики есть и... В Берлине еще есть. И инженера есть в Берлине. То есть вы называете свободный мир, цивилизованный, развитый мир. А я говорю о том, что вот Соединенные Штаты это является сердцем этих технологий. Почему когда приезжают в эту Кремниевую долину люди из всего мира, из России той же, да, из других стран, то через какое-то время у них возможностей появляется больше. Как так получается, как вам кажется? Потому что инфраструктура там развитая и все для людей. То есть Соединенные Штаты сделали такую систему, в которой есть инфраструктура. Нет, не Соединенные Штаты сделали, я сделала... Что делала? Ну, она сама по себе образовалась. Каким образом она сама по себе может образоваться? Ну, изначально там есть университет, в котором обучаются люди, которые потом там же остаются, там же работают, там же развиваются. Система, то есть построенная система. Система возможностей, которая дает человеку возможность что-то сделать. Ну да. То есть мы пришли к тому, что в Соединенных Штатах все-таки есть система, которая дает человеку возможность. Для того, чтобы вы могли любить и делать то, что вы делаете сегодня. То есть без Соединенных Штатов ваша жизнь была бы сегодня не такая нейтральная, как вы сказали, что вот моя жизнь и IT это не нейтральная для меня. То есть это вы должны сказать спасибо именно Соединенным Штатам. В курсе в Крепневой долине какой валютой пользуются? Конечно. Какой? Помимо долларов там еще пользуются биткоинами, Shiba Inu пользуются, пользуются Ethereum пользуются. И что? Биткоином. Конечно. И с каких пор там пользуются биткоином? Ой, уже давно. Если вы не знали. Вы когда-нибудь занимались инвестициями? Да. Серьезно? Да. Окей, тогда скажите мне принципиальная разница между Соединенными Штатами, именно теми возможностями, которые они дают, да? И скажем другими странами. Я не буду называть страну какую-то, а именно вообще другие страны. Вот в чем отличие? Почему в Соединенных Штатах есть эта возможность, а в других странах это возможность такой именно? Ходовая валюта – один из основных факторов. Нет, не ходовая валюта. Да почему нет? Потому что нет. Вот именно сама система, почему так выстроена система в Соединенных Штатах, да, что вот такие есть университеты, да, есть вот именно такая, скажем, цепочка, да. Если вы точно по ней следуете, да, то вы на входе получите А, а на выходе получите Б. Да, это уже Душнилово просто, вот реально, Душнилово на ровном месте. В каком смысле? Ну, объективно это Душнилово, то есть, если мы будем просраивать цепочку, можно проводить такую же налогию, типа с тем же Берлином, Лондоном и так далее. Нет. Люди – да. Нет. Есть огромные – да. Ага, где находится главный офис Ленова? Давайте я вам сейчас объясню, в чем разница. Сначала мы не закончили эту тему, я все-таки хочу ее закончить. Это в чем принципиально отличие в Соединенных Штатах от других стран. В Соединенных Штатах платят… Почему есть такие… Давайте я вам сейчас закончу, и вы меня спросите. Давайте я закончу просто эту цепочку, с которой я начинал. Соединенные Штаты платят за идею. Ни в одной стране мира вам не будут платить за идею. Это когда вы приходите к инвесторам и говорите, например, у меня есть вот это, вот это, вот это. Показывают свой бизнес-план, и вам дают просто деньги. В других странах вам говорят, вы сначала сделаете какой-то продукт, покажите мне его, и тогда я вам буду давать деньги. Поэтому, собственно, вы когда-нибудь занимались инвестициями, вы сказали да. Но судя по тому, что я слышу, вы никогда этим не занимались. Ну, я просто не хочу об этом распинаться. Я понял. Я же говорю, это полное душнилова. Я поэтому и говорю, что… Ну, это для вас это душнилова, для меня это не душнилова, понимаете как? Это ж такое дело. Ну, на рынке мастодонтов сейчас у нас имеется что-то. Dell, IBM, Lenovo, Asus, MSI. Вот пять мастодонтов, которые предоставляют нам основные технологии, благодаря которым вы сейчас, например, со мной разговариваете, пользуясь интернетом и так далее. Телефон у вас, скорее всего, от какой-то китайской компании, либо Apple, что я совершенно не приемлю. Наушники у вас, AirPods, если я не ошибаюсь. То есть вы также относитесь к всей этой идее. Вы сказали, подождите, ухо резануло. Что вы не приемлете, вы сказали? Не приемлю всю идеологию компании Apple. А, не приемлете. А какую, то есть вам телефоны нравятся какие? Функциональные. Какие? Компания. Какая компания? Да, к примеру, приведем тот же Asus. А какая операционная система на этом телефоне? Android. А Android – это какая компания? В смысле, какая компания? Кому принадлежит эта компания Android? Понятия не имею, кому она принадлежит, не интересовался. Так вот я вам сейчас скажу. Google – тоже Соединенные Штаты. Вообще все телефоны, вся технология телефонная. Вот Apple есть, да, есть iOS, да, и есть Android. Android – это Google, а вторая – это Apple. Поэтому все телефоны, которыми вы пользуетесь, в том или ином виде… А еще есть Linux. Нет, это все равно, это все принадлежит Соединенным Штатам. Есть сегодня две системы. Еще была одна система, которая называлась Bill Gates, да, но она не выдержала конкуренции, ей пришлось выйти из рынка. И остались, в принципе, две. Остался Apple, то есть iOS, да, и остался именно Android, то есть Google. А еще есть Linux и Microsoft. Я только что сейчас сказал. Они не выдерживают конкуренцию. Microsoft не выдерживает конкуренцию? Именно с телефонами нет. С программами, да, выдерживают. Microsoft – молодцы. Вот там, где именно программные технологии и так дальше, это молодцы. Вот смотрите, как бы мы ни крутились вокруг телефонов, да, все равно вы используете именно американскую технологию. Вообще все, весь мир использует. Даже китайские телефоны, которые сегодня, например, вы ими пользуетесь, это все равно американские технологии. Поэтому вы должны говорить спасибо Соединенным Штатам и радоваться, что у вас такая специальность. Язык программирования, на котором пишут программисты, какой? В каком языке он пишется? Смотря на по какой мы разговариваем. Нет, 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 на языке. На каком? На английском, на французском, на немецком. Вот сам язык программирования. Вот если мы возьмем, например, .net, да, или C++. На каком языке он пишется? Это кириллиц. Это английский язык. Все коды пишутся на английском языке. Вы же знаете это. Если вы занимаетесь, если вы занимаетесь IT. Поэтому я же говорю. А все это именно потому, что я вам сказал. Потому что платятся за идеи. И Кремниевая долина – это такое место. Я просто скажу сразу, что я нахожу в Соединенных Штатах. Очень много лет живу здесь. Здесь есть какие-то вопросы, еще можем обсудить что-то. Да нет, объективно все понятно. Ну хорошо. Тогда до свидания. Доброго вечера. В Москве он находится. Понимаете, в чем проблема? В том, что вот просто элементарно сказать спасибо за что-то, да, не могут. Я здесь встречал людей, которые всю свою жизнь построили на том, что они получили, да, от технологий американских, да, от не только американских, да, можно сказать, и Израиль, и Япония, и Южная Корея, и Германия, и Франция. Это развитые страны. Все эти развитые страны, они дают какую-то часть для того, чтобы этот мир становился лучше. И мне, например, всегда интересно, если я что-то вижу новое, да, мне интересно, кто это сделал. Мне интересно даже внутренне сказать, вот классно сделано. Спасибо этому человеку за то, что он поделился и подарил это всему остальному миру. Поэтому мир становится лучше от того, что люди занимаются технологиями, люди занимаются какими-то разработками. Сегодня люди создают разные препараты медицинские, и это увеличивает продолжительность жизни на Земле. Люди занимаются тем, чтобы сделать чище, например, окружающую среду, да. Люди занимаются тем, чтобы спасать животных, например, да, сохранять жизни животным и так далее. То есть занимаются чем-то, что делает этот мир немножко лучше. И из этих маленьких, каких-то комплексных мер и начинается и продолжается что-то хорошее в нашей жизни. Как-то так, друзья. Я вам всем желаю, как всегда, добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok